Творчеству Антона Павловича Чехова была посвящена очередная литературно-интеллектуальная игра «Суждение». Состоялась она в субботу, 17 марта, во взрослой Ленёвской библиотеке. Игроков и зрителей, приходящих на игру, уже ждали места, столы и образ самого Антона Павловича, запечатлённый на интерактивной доске. Проект «Суждение» не перестаёт радовать ни участников, ни его авторов. Мы все знаем про игру, просто только игра «Суждение», где у три поколения все знаем. А проект, он же чем отличается от деятельности просто «Суждение», это наша деятельность, она полезная, интересная, но это деятельность. А проект, он должен по срокам ограничен быть, тогда начался, тогда закончился, и результаты конечные, то есть обязательно. И вот поэтому у нас в проект, собственно, включены ещё курсы для библиотекарей. С октября они начались, вот в феврале закончились, мы с ними занимались. И в проект включены школьные игры «Суждение», то есть вот такой юнорский турнир. То есть мы библиотекарей учили, как нужно проводить, мы и методики какие-то рассказывали, как вопросы сдавать, как произведения подбирать, ну, какие-то особенности вот видения самого. А они потом уже, каждый у себя в своей школе проводит хотя бы одну игру, а дальше там уже кому как понравится. Привлечены у нас к этому все четыре ленёвские школы, плюс станция Евсина, это библиотекарь нашей уже из Китимской ЦБС, и посёлок Листьянка. О первых юношеских играх мы рассказывали в прошлом выпуске. Интересная задумка не менее интересно притворилась в жизнь. Авторы проекта удовлетворённо отмечают хорошую работу библиотекарей на местах и ребят, принявших участие в игре. Произведение почему-то библиотекарей взяли одно, старость кота Тимофея Бориса Шишаева, вот этот вот рассказ. И несмотря на то, что произведение одно было, очень разные получились игры. Ну, это, конечно, зависит от учитель литературы, от библиотекаря. Ну, то есть, вот как раз это-то и классно. То есть, вот мы, наверное, организаторы всего этого, авторы программы, выиграли больше всех. То есть, понятное дело, мы дарим за участие подписку полугодовую. Мы специально в фонде это, ну, попросили как приз для библиотекарей подписку на журнал «Литература в школе». Ну, это будет полезно и, ну, в конечном итоге детям, а так и учителям, и библиотекарям. Детям дарим тоже полугодовую подписку «Знание сила» журнал. Вот, ну, я почему считаю, что выиграли больше всех мы, потому что, ну, вот когда твои идеи, которые ты живешь, которые ты очень любишь, и, получается, кто-то тоже этим загорается, и смотреть со стороны, как она начинает дальше жить, понимать, что у нее большое будущее, это, я не знаю, радость, для меня сложно что-то пока вот на сегодняшний момент придумать. В проект «Суждение» попали и четыре взрослые игры, прошедшие с осени. «Гамлет Шекспира», «Солярис Станислава Лема», «12 стульев Ильфа и Петрова» и настоящая игра по маленькой трилогии Антона Чехова. Игры «Суждение» уже вне рамок проекта, конечно, будут продолжены. Они давно приобрели зрительскую любовь. Победителей среди школьных вот этих вот игр приглашаем себе. Где-то это даже не победители, потому что мы вот решаем вместе с Александром, вы знаете, да, Саша, постоянный участник этих, ну, вот, суждений, мы с ним вместе решаем, кого пригласить. Потому что, ну, голосуют там школьники сами, они где-то за своих одноклассников, какие-то свои там личные симпатии, антипатии, а в наш взгляд уже вот свой, кого нам здесь интересно было бы послушать. И, наверное, с осени уже будут вот эти вот победители тех игр к нам вот сюда за стол в роли там вот молодого поколения. Рассуждать о творчестве Антона Павловича Чехова собрались опытные игроки. Доктор культурологии Галина Паршукова, директор Ленинского дома культуры Марина Филиппова, преподаватель Татьяна Ануфриева, все неоднократные участники разных игр, постоянный участник Александр Болдырев. Молодое поколение представляли студентки Галины Паршуковой. Это новые участницы, но со своей ролью девушки справились блестяще. Доктор культурологии, кстати, очень заинтересовалась проектом суждения, отметив его важное значение в культурной жизни поселка. Более того, Галина Борисовна сама же нам рекомендовала подать вот этот проект на всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия». И вот сейчас есть результат уже регионального тура. Мы там набрали максимальное количество баллов. Номинация, я думала скромно подать в реализованные проекты, но они мне сказали, что номинация нужна другая, моя педагогическая инициатива. Ну то есть теперь вот мы с этим проектом уже пойдем дальше на всероссийский какой-то уровень. Игра по маленькой трилогии Чехова получилась яркой. Оказалось, что классик Антона Павловича вызывает у игроков неоднозначное отношение. Очень разные мнения, интересные точки зрения, бурное обсуждение героев прозы Чехова, их поступков и помыслов. Горея держит страхи, это не Беликов, а отношение людей к нему, потому что он собой стивилизирует и представляет, потому что все-таки страх, он сидит внутри человека, четко по этой хичковку. Страх не во внешних обстоятельствах, в моих ожиданиях чего-то страшного, в моих ожиданиях чего-то гадкого, противного и так далее. Поэтому за счет этого Беликов и держит страхи. И вообще Беликов, он не страшный и он не жалкий. Его просто, он никакой-то еще недопонятый. Мне Беликов страшен, а люди его страшатся. Всегда страшно то, что непонятно, то, что скрывает человек, то, что он не раскрыт, то, что он держит всегда в себе. Это всегда окружающих пугает. А почему он такой? Значит, что-то в нем не так. А тем более, когда внешне описывает автор его то, что он и в темных очках, и всегда с воротником, и в калужах, и так далее, чисто от внешнего, это всегда окружающий настораживает. И вот в таком виде, конечно же, пугает. И бояться как раз нужно не его, а себя бояться, потому что вот этот конфликт непонятности другого человека и начинает это вызывать в тебе какую-то осторожность, боязливость. И это сейчас, даже сейчас, но в наше время присутствует. Беликов, в общем-то, как бы он далеко от нас не ушел, среди нас таких людей достаточно. Программа «Суждение» в полной версии выйдет в эфир на нашем канале 29 и 30 марта в 8 часов вечера. Не пропустите! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok